Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, доброе утро. Снимаю ночью, смотрите утром. Так что всем доброго утра, хорошего дня. Кофеечек, чаечек берем, бутербродики и погнали. Значит, собирал посылки около недели. Здесь у нас с разных сайтов. Короче, позаказывал доноров. Самый интересный должен быть здесь. Это я заказывал OLX с доставкой. Давайте его вскрывать. Не стал на почте вскрывать. Потому что чел пошел на уступки. Потому что если бы я отправлял новой почтой, они вообще уже оборзели. Они грибут за OLX доставку новой почтой. 62-65 гривен за вот такую вот упаковку. Они просто уже, я сказал бы, матом. Так забанят. Укрпочта мне обошлась 27 с копейками гривен. 27 из 62. Есть разница? Я думаю, существенная. Ну вот, чел пошел. Поэтому даже не стал открывать. Думаю, что будет, то будет. Короче говоря, мне в этом телефоне, если честно говоря, нужна была всего крышка. Верхняя, оригинальная. Потому что Рихард мне присылал телефон. А там нет крышки. Думал, опять тараканов мне прислали. Один уже одного же таракана гонял. Если кто-то помнит постоянный. Ну вот у мусора мне прислали еще торбунку. Короче говоря, сейчас, ребята, будем посмотреть. Так, аккуратно вроде все упаковано. Коробочка пригодится на отправку для России. Ну что, хоть бы было все, что я хотел. Ну что, ребята. То, что я ожидал, то я и получил. Не знаю. Вот здесь, скорее всего, или наклеена пленка. Или это так зачуханный, убитый экран. Вообще, мне нужна вот эта вот только часть. Потому что у меня есть в оригинале этот телефон от Рихарда. Кто мне написал в прошлом видео. А вообще, существует ли Рихард? Ребят, вы претесь, прикалываетесь. Или вы думаете, что я больной человек на голову, который придумал себе мнимого друга, который мне шмет посылки. Нет, это реальный человек. Если вас давит жаба, завидуйте молча, как говорит моя теща. Так, телефон на 1 гигабайт. Не знаю вообще, включится он, не включится. Вообще, я же говорю, мне нужна была одна вот эта штука. Вот эта вот затычка для этого. Давайте сейчас брать аккумуляторную батарею. Я не знаю, какая здесь используется. Наверное, как на 67-м. Но, увы, у меня сейчас ее в наличии под рукой нет. Так, пробуем подтвердить. Что-то мне терзают смутные сомнения, что дисплей здесь не оригинал. Сейчас проверим. Сейчас мы зайдем в меню. Настройки. Режимы на улице. Включить. Дальше. Меню. Настройка. Скорее, здесь дисплей не регулируется. Яркость. Нет, ребята, не регулируется. Скорее всего, это фуфлыжный дисплей. Потому что он должен быть ярче. У меня тот телефон, который оригинальный. Там включаешь, там вау. Ну, давайте посмотрим, что оставил хозяин старый. Ничего. Видеоклипы. Ничего. Музыка. Нас связала. Андроид. Что за Андроид? Вот применить его родная тема. Видите? Оболочка коричневая. Должна стоять коричневая тема. Это его родная. Сейчас покажу. Почему они идут по прошивкам. Видите? Цвет темы. Что не передает мой фуф этот. Коричневая тема под коричневый. Вот этот, ребята. Сейчас мы сделаем, знаете что? Мы его просто восстановим. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас посмотрим. Восстановление настроек. Подождите. Ну, ждем. Ждем, ждем, ждем. Почему-то мне на картинке показалось, что наклеена пленка. Ну, вот сюда это надо обговаривать. Понимаете? Ну, меня учить. Ай, ладно. Давай возьмем, пусть будет. Ну, посмотрим. Ну, дисплей. Удаление данных. Короче, все. Удаляю с телефона, что надо и не надо. И восстанавливаемся на ноли. Так. Перезапуск телефона. Короче, Pentium. Не нравится мне. Ну, ничего. Checking Media Memory. Знаете, что я думаю? Даже если я его под восстановление оставлю, у меня есть оригинальный дисплей. На него я найду, поставлю. И будет чики-пуки. Так. Вы, видите, все на английский. Заходим по настройкам. Профили. Outdoor. Активация. Активировали. Теперь заходим. Попробуем, как он играет. Ну, мелодии не удалены, то хорошо. Динамик уставший. Ладно. Так. Заходим дальше. Вот русский. Все. Выставили на русский. Ну, чего-то меня терзает смутное сомнение, что здесь будет много налили. 9, 2, 7, 0, 26, 80, 9, решетка. Так. И мой код. 8, 9, 85. Сейчас проверю. 2008 год. 1271. Ребят. Игоря провести. Не надо меня проводить. Я очень умный человек. Человек. Человек, человек. Я ни разу не разбирал. Она, по-моему, просто стягивается. Ладно, ребят, посмотрим. 89, 85. Кстати, корпус оригинальный. Made in Finland. Ладно. Пусть будет. Да. Вон еще корпус паленый. Айоперный балет. Лучше бы. Я думал, что это оригинальный корпус. Вот она, наклейка стоит. Это не оригинал. Ладно. Ну, пусть будет еще одна материнка. Ну, лоханули. Как лоханули. Фотка была вот так. И фотка была вот так. Фотка была вот так. Я не видел, что камера даже вот криво стоит. Китайцы даже не могут это подделать. Ладно. Телефон вроде включился. Давайте доведем его до ума. Пусть лежит. Потому что сейчас телефонов днем с огнем. Не найдешь нормальных. Поехали дальше. Значит, здесь у меня доноры. Говорю сразу. Здесь Nokia 3310. Две штуки. С аквакционного, с которым я начал работать. Ну, там дурят тоже по черному. Поэтому давайте сейчас я скрою там, где впереди мои данные. И тогда мы, наверное, с вами продолжим. Продолжим, да? Да, вверху заклеено. Вот так все аккуратно упаковано. Смотрите, поролон оставлю опять же себе для упаковок. Спасибо этому челу, который, гляньте, как все аккуратно упаковал. Ну, вот, как раз понимаете, да? Что приходит к Игорю упаковка, Игорь никогда не выкидывает. И получается как плюшкин. Мне уже дома сказали, пойдешь со своими телефонами на улицу жить. Так. И этот у нас англичанин. И этот, да, вроде? Какой-то должен был быть русский. Значит, я перепутал. Покупки совершаются ночью, когда Игорь уже хочет баю-бай. Так, made by Nokia. Не знаю, не помню. Эти контакты не окислены. Сейчас попробуем включить, ребят. Я не... Ой. Ну, вот это вот болезнь. Вот она опять отвалилась. Стоил перный балет. Это кто-то лазил и выломал эти штуки. Для того, чтобы их снять, их надо прогреть хотя бы чуть-чуть финном. И отковырнуть с внутренней стороны. Ладно. И телефон не включается. Я не помню в описании, что он писал. Не включается или... Или-или. Да, по-моему, он написал под восстановление. По-моему, вспоминаю. Ладно. Пусть будут. Акумы попробую разогнать. Ну, а тут, видите, что получается. Вот он потек. Ну, вот зачем аккумулятор держать в телефоне? Насколько раз говорил всем. Этот финн. Ну, контакты окислены. Поэтому, что-то от него сейчас... Скорее всего, электролит залил на плате. Поэтому... Ладно. Будет еще одно очередное оживление мертвеца. Оживление мертвеца. Ланса дрыться. Овццаца. Сила муха на яйца. Получилось все стихотворение. Ну, да, если здесь... А если попало и туда, то, конечно... У меня вот этот спирт, которым я работаю... Этим спиртом протирают контакты в лаборатории. Там мне, короче говоря, по блату знакомые подгоняют. Поэтому... Спирт обалденный. Убирают любую накидь. Любую... А ну, с боженкой. Не хочется. Да. Ну, бог с ним. Будут дисплеи. Я так и покупал с тем расчетом, что... Сейчас я в видео... Видите, меня завело. Даже хоть и... Уже час ночи. Сейчас я его разберу. Наверное, по винтику. По болтику, по гаечке. И попробую с двух слепить один. И посмотрю, может там окислились контакты. Ладно, убираем. Работа. Все нормальные люди спят. Этот балбес не спит. Потом утром не добудится. Утром просыпаюсь. Еле-еле. Так. Ну, давайте скрывать вот этот. Здесь опять же. Это все коты в мешке. Вот реальные коты в мешке. Когда мне говорят... Вы, наверное, знаете. Вы, наверное... Нет, ребят. Я не знаю. Я все туда покупаю слепую. Так. Опа. Так, что у нас тут? Ой, господи. Еще мне не приходили телефоны в выкройках. Так. Ну, это телефоны из собственного гаража. Вот за чего я хотел купить. Видите? Вот как можно так довести телефон, чтобы вылетели кнопки. И зачем вот здесь медиатор, который используется для Nokia 58. О, кстати, я прикреплю. Я его купил. Хотел под восстановление. Ребята, я не знаю вообще, работает он или нет. Я с ним созванивался. По-моему, он приехал в Западную Украину. Видите? Сертификация для Украины. И он мне не сказал. Дядька сказал про даты. Вон и все справни. Ну, не знаю, справни, не справни. Сейчас будем, ребята, смотреть. Потому что я уже никому не верю. Скорее всего, меня просто надурили. Я опять же не проверял. Если бы они стоили тысячу две. Ну, что и требовалось ожидать. Телефон гыкает. Скорее всего, это болячка этих телефонов. Флэш-память. Да, гыкает телефон. И не заводится, ребята. Я попробовал, конечно... Ну, это не эта батарея, не с него. Попробую его... Что-то пикнуло. Подключить к компу. Попробую прошить, но... Это как... Мертвому припарку, знаете. Больной перед смертью потел? Потел. Это очень хорошо. Так и мой телефон. Сейчас доноров очень тяжело купить. Но если вы покупаете у LX доставка, вы попадаете только на бабки за доставку. А это... Ну, если вот мне пришла вот эта посылка, это новая почта. Я получила, я заплатил за нее. Ребят, не буду врать. 264 гривны. Вот я встрял. Считайте. С этого телефона. Тут что можно снять? Ну, тут убитый корпус полностью. Потому что я понимаю, люди им пользовались. И вы ничего не можете сказать. Потому что каждый... Как хочет, так и пользуется. Это его право. Он заплатил свои деньги. Хочет, убивает. Хочет, расстреливает. Если он рабочий, я только смогу с него снять материнку. Потому что корпус в ухнарь. Вот эту часть я не переставлю. Почему не переставлю? Вот эти корпуса, если кто знает. Вот они прямо впаянные. Металл впаян в пластик. И не знаю. Короче. Так, этот вроде включается. Ну, не знаю. Может сейчас белый дисплей быть поран и шлейф. О, не. Включается, ребят. Ну, мабуть, это дядька оказавшу. Вин рубочица вот цей. Телехвон. Вот цей телехвон. Мабуть, я каас дитинка. Дитинка пользовалась. 92, 7, 0, 26, 89. Решетка. Так, 18, 71, 2008. Ну, вроде не сильно наговорено. 234 часов. Сейчас проверим по... Который нельзя стереть. То есть, который можно стереть. 234, ребят. Не обмануто. Смотрите, исходящие 108. Входящие 126. Ну, как можно было у Колбаси 234. Вот так телефон в хлам. Это... Ну, я же, наверное, ребенок пользовался. У меня, кстати, тоже телефон убили. Сейчас я вам покажу. Я ругался. Потому что у малой дорогой телефон я и купил. Вы видели. А второй, маленький, говорю, когда выходит, чтобы там не разбили или не украли. Ну, видите, ребенок пользовался. Я говорю, пользуйся им. Школу не бери. Ну, сейчас я вам покажу, если он тут лежит. Не, ребят, по-моему, я его убрал. Ну, то, наверное, бог отнес. Ладно, в следующий раз напомните, покажу, если интересно. Был новый телефон, который Рихард присылал. В щен убитый. Так, ну что. Вот такие сегодня у нас с вами телефоны были. Nokia E52 под вопросом. Тут, конечно, вообще коричневый дисплей. Классный, гляньте, ребят. Ну, болячка вот этих телефонов. Это отвал флеш-памяти. Я читал много форумов. Это никуда мы от нее не уйдем. Nokia 2760. Потом 3310. Две классики. И Nokia 6500 Classic. Это вот такая. Ух ты, гляньте, ребята. Даже не подумал. Оба в коричневом цвете. Кстати, очень красиво смотрятся. Все, ребятки. Так что, если вам понравились видосики, пишите, что вам интересно. И, пожалуйста, делайте репосты. Ставьте комментарии. Пишите комментарии. А не так. Даже некоторые без подписки смотрят. Подпишитесь. Вам это не тяжело. Репост сделать. Вот три секунды. Не хотите писать коммент? Поставьте точку. Поставьте плюсик. Поставьте смайл. Поставьте эмозис. При том, сейчас это на ютюбе сделано. Три секунды. И мне приятно. И вам не это. Все, ребята. Бай-бай. Хорошего дня. Ждем новых видосов. А посылку Рихардса, вторую часть, я оставил вам на закуску. Ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok